Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Перед нами Библия 1499 года. В ней достаточно интересные иллюстрации. И мы начнем с вами сегодняшний материал вот с этих изображений, которые рассказывают о том, как книга Библия появилась на территории Руси. Вы видите, как наши предки тщательно делают рукописные тексты для того, чтобы это сокровище существовало на наших территориях и чтобы наши русские люди могли читать эти книги. Отдельная благодарность, конечно же, Кириллу и Мефодию за составление азбуки и за те тексты, тексты, которые были переведены на наш язык. А теперь я вам хочу напомнить одну любопытную историю, которую знают многие, но мало кто задумывается над цифрами. 762 год. Князь Ростислав отправляет к византийскому императору Михаилу Третьему Гонцов, чтобы прислали учителя и книги, дабы растолковал богодуховенные тексты и научил всему. И после этого мы видим бурное распространение священных книг на славянских землях. Заметьте, 862 год. Крещение Духом Святым через слово князем Ростиславом. Это за определенный промежуток времени до крещения Руси, которое якобы состоялось в 988 году, по мнению ученых, и в 968 году, по моему мнению. То есть за 100 лет до князя Владимира князь Ярослав крестил Святую Русь Духом Святым через тексты Священного Писания и способствовал тому, чтобы книга Библия появилась на наших славянских землях, на нашем родном языке. А чем хорош вот этот информационный источник? Затем, что вот в этой Библии за 1499 год есть как летописные выдержки, так и библейские тексты. Текст перед вами, и я буду зачитывать сразу свой перевод. Сына своего Мефодия и Константина это услышав вскоре послал и предоставил к царю и прислал ко мне на славянскую землю. Прощащий ему учиться себе и помог растолковать святые книги. Этого желал, но и молебно бы стать церкви. И пошли в славянскую землю к Ростиславу истолковать, и пришедшие начали составлять письмена, азбуку славянскую и приложили святых апостолов на славянский, чтобы слышали о величии Божьем на своем языке. Ну что ж, мои дорогие, низкий поклон этим людям и князю Ростиславу, и Мефодию, и Константину или Кириллу, которые сделали очень большое дело для Святой Руси. это было началом нашего образования. Я хочу, чтобы вы ценили те тексты, которые достались вам от наших предков, которые требовали определенных усилий. И вот для того, чтобы вы не игнорировали тексты Ветхого Завета, я хочу вас убедить в том, что наши предки, несмотря на то, что они были христианами, они изучали тексты Ветхого Завета, почему-то сегодняшние христиане не желают этого делать. Считают, что все пророчества исполнились, а значит, не нужно знать историю цивилизации. Наши предки с большим уважением относились к Богу и Его Писанию. И мне бы очень хотелось, чтобы вы осознали, что эти тексты из нашей жизни выбрасывать нельзя, если с таким огромным уважением к ним относились те люди, которые жили раньше нас и которые были ближе к понятию первые христиане и ближе к понятию православия. Всего вам доброго. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok